Честь 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 На потиху весная жительница немного улучшила настроение после неудач предыдущих моих встреч. Продолжение следует... На добра! Продолжение следует... Терапия. Инсталляции установили праздничные. Они вечерами горят, огоньками светятся. Когда я в 2000 году работал в лесу, там вот такой запах был под Груйцем. Там был такой запах. Там был правдивый лес. Правдивый лес. Мы все-таки пойдем вдоль берега. Не пойдем тут. Неизвестно. Не пойдем тут. Что можно сказать? Конечно, меня и далее не оставляют мысли о той старой, разрушенной готической рейнджерии. Это было изначально, она как бы служила зимовкой для экзотических растений, которые так любили собирать многие из поздних польских королей. Ранее в Восточном короле Рейнджерии, как сообщает, распоряжался Горолевский театр с роскошным убранством. Но это все уже осталось в прошлом. Новое здание Рейнджерии, мы летом его посещали, построили в 1860 году для сохранения в зимний период редких сортов апельсиновых деревьев. Это практически был своеобразный ботанический сад. А развели ее эту? Ну, мы ее посещали и, в общем-то, потом еще когда-нибудь пройдемся по ней. Там прекрасные скульптуры императоров римских и античные, подантичные статуи. Возвели в нее в классическом стиле с использованием компонентов, естественно, эклектики. Сегодня на ее стенах там даже расположен живописный зимний сад, что тоже было бы интересно его посетить. Ну что ж, летнюю резиденцию польских королей мы не будем сейчас посещать. Хотя, не знаю, отидеть или пройти. Можно ли пройти тут с той стороны. Конечно, обилие памятников в начальном их периоде, относимых к первой большей части, ну, иногда и ко второй половине 18 века вызывает множество вопросов. Датировки очень даже сомнительные. Ну, вот мы тут выходим на летнюю резиденцию, которую, в общем-то, построили для короля Станислава Августа Понятовского. Такое ощущение, что это был один из наибогатших монархов Европы. Замарзло? Русским замарзло. Ну, ну. Лед есть. Лед есть. Лед есть. Лед есть. В то же время нельзя не учитывать тот факт, что уже можно сказать от начала 18-го, даже потом уже середины 18-го века, польская переживала определенный упадок, что и потом в конце этого же столетия вылилось три разбора между Российской империей, если она была тогда империей, прусской монархией и австрийской империей. Все это очень надо осторожно, можно согласиться со многим регионально, кто-то, так сказать, строил от начала свое государство, но как оно было на самом деле, все очень и очень сомнительно и покрыто мголой таинственных секретов, до сих пор неразрешимых. Такая вот петрушка, все замерзло. Таковы январские лозенки, в этом году пока еще без снега. Оставайтесь с нами, на следующем ролике мы посетим увлекательный птичий базар, который, в общем-то, благодаря этому небольшому льду и образовался рядом на прудах около летней резиденции короля. Вспомнилось мне, что я никогда особенно не рассказывал об этом здании, в котором мы сейчас находимся. А это, между прочим, главная достопримечательность лозенок. Возведенный дворец в 17-м столетии на искусственном острове. Это красивое барочное здание, возвышающее посреди озера с двумя мостами. На первом этаже находится бальный зал, соломоновая комната, купальня, часовня, картинная галерея и ротонда, оформленная фигурами монархой. На втором – апартаменты короля, балкон и кабинет его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok